Игорь Шувалов 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 Первое место Кудрина. Мы выскали предположение, что, хотя экспертов просили оценивать именно работу в кабинете в этот период, что в данном случае могла повлиять и его оценка того, что он делал уже за пределами кабинета. Мы попытались посмотреть, как наш рейтинг в чем-то совпадает с опросом населения. И оказалось, что Шойгу и Лавров, и по опросу населения, и по мнению экспертов, они оцениваются примерно одинаково высоко. А вот, например, Андрей Фурсенко, который в опросе населения занимает самое последнее место негативным, а эксперты, например, по популярности его оценили совсем не так плохо. А он у нас, кстати, популярность в середине этого рейтинга. Ну, значит, не всегда народ и партия экспертов едины, но в чем-то они совпадают. Министр образования, которого народ так не любит и которого критикуют, я его считаю напротив очень обаятельным, умным человеком, который очень много сделал. Так он из красоты. Да, то есть для меня эти параметры были очень важны. Поскольку, ну, как можно оценивать человека, я думаю, все эксперты, которые оценивали так и иначе людей, все-таки вот этот такой личностный фактор субъективный, он тоже играл роль. Я действительно рассматривал этот рейтинг, хотя времени было немного, но все-таки с точки зрения эффективности, как действий министров, как больших политических фигур. ни менеджеров высокого уровня, ни лоббистов с большими ресурсами и возможностями, а именно как больших политических фигур, которые могут создавать институты, на которые они отвечают, либо реформировать их, либо серьезным образом влиять на их видоизменения. В этом смысле, к сожалению, существующая структура власти не предполагает, как мне кажется, поощрения подобного рода настоящей министерской деятельности. Она предполагает поощрение министерской деятельности, как лоббистской министерской деятельности, как вертикально послушной министерской деятельности, как, в лучшем случае, менеджера, отвечающего за отрасль. Что, собственно, мы видим во многих министрах в этом смысле, они, наверное, многие из них могут считаться эффективными. По мне, самым эффективным министром является Фурсенко, потому что это человек, который как раз предпринимал отчаянные попытки повлиять на институт, реформировать систему, негодную совершенно нашего образования, и, собственно, за это и получил в разряде популярности. Что касается Сергея Шойгу, то, безусловно, человек весьма способный, который работал и в нашем правительстве. Но это просто отражение того, что он хороший менеджер, хороший лоббист, ему вряд ли нужно создавать много усилий тратить на создание институтов, и это еще отражение нашей действительности. Страна, где главный кандидат в президенты предлагает всем и каждый день бороться с внешними и внутренними врагами, конечно, здесь будет ценен министр по чрезвычайным ситуациям. Вряд ли ошибусь, если скажу, что самым интересным политическим процессом после 4 марта и соответствующих баталий будет формирование нового, следующего правительства. И когда здесь говорили об уходящих и приходящих, могу напомнить, что в России дороги из публичной политики во власть практически нет. Зато есть дорога из власти в публичную политику. Большая часть наших политических деятелей, как про- так и антипутинских сегодня, это люди, которые когда-либо были на тех или иных административных должностях и уже с них становились административными фигурами. Поэтому для меня, как для человека, занимающегося больше вопросами именно такой вот публичной электоральной политики, в первую очередь, конечно, интересен потенциал действующих лиц уходящего кабинета как политических фигур. Причем безотносительно к тому, сохраняют они свое место в кабинете, уходят или приходят, как некоторые участники этого рейтинга, которые уже, в общем-то, не в правительстве. Действительно, кто сказал, что они не могут вернуться. И поэтому симптоматично, конечно, в рейтинге первое место Кудрина по совпадению всех трех показателей на фоне именно того, что его-то как раз в правительстве уже и нет. И если сбудется предсказание по поводу того, что премьер-министром у нас будет Дмитрий Анатольевич, то его, скорее всего, и не будет. И как так получилось, что человек, который всей политической элитой без исключения так или иначе признается одним из самых эффективных управленцев в стране, совершенно точно не сможет найти себе место в новой властной конструкции, это, конечно, вопрос, любопытный в том числе и с точки зрения уже и политических, и, наверное, электоральных процессов. Не менее интересна ситуация с Шойгу, у которого, в общем-то, министерство само по себе действительно решающее достаточно узкую локальную задачу. Люди, которые с ним соперничают в рейтинге, у них намного более широкий круг полномочий, намного более широкая зона ответственности. Но, однако, сам факт того, что он уже многие годы бессменный министр, то, что его все время показывают по телевизору в оранжевой куртке, спасающем детей из-под завалов, и то, что он долгие годы является лицом партии власти, да, это говорит о том, что вот его место в рейтинге влияния – это место, в первую очередь, политика, в большей степени, чем, собственно, министра-управленца. И то же самое можно сказать о Лаврове, потому что, конечно, тема внешней политики интересна людям, в первую очередь. Людей ужасно волнуют вопросы международных отношений, будущих войн, хотя к их обыденной жизни, ну, это, как правило, имеет такое отношение весьма косвенное. Но вот всегда вот что же там в Сирии, что же там в Иране – это такой вот очень важный вопрос. Напоминаю, да, что звезда Лаврова как публичного политика начала всходить еще тогда, когда он был полпредом в ООН, да, и там, так вот, так сказать, показал лучшие традиции советской дипломатии еще в каких-то бурных обсуждениях по поводу очередной резолюции, по поводу кого-то из друзей и врагов Америки. И то, что вот есть такой человек, который на международной арене умеет говорить «нет», а иногда и более жестко, чем «нет», как мы помним с вами, да, вот, это тоже для людей очень важно. Поэтому, завершая свое выступление, могу заметить, что эксперты в этом смысле, народ и эксперты едины. Несмотря на все противоречия по поводу Фурсинга, здесь скорее речь идет о роли. Есть такая роль, ну вот Юзурабов раньше занимал в правительстве, вот, как бы, главное народное зло, да, там Чубайс когда-то был, вот, вот такой вот главный официальный злодей, которого, как правило, вот все шельмуют и рано или поздно дошельмовываются до отставки, после чего, ну, срочно система начинает искать, кто же, кого же теперь-то, так сказать, в качестве вселенского злата. Предъявить. Вот, интересный вопрос, кто в следующем кабинете будет вселенским злом. Даже страшно подумать. Да, но, вот, тем не менее, тем не менее, вот, кроме этого расхождения, эксперты, в общем, оценивая министров, действительно, несмотря на то, что, вот, понятно, что те, кто рейтинговали, пытались соблюсти баланс, вот этот, влиятельность, эффективность и так далее, все-таки сделали выбор в первую очередь в пользу именно политических качеств и политических перспектив участников рейтинга. Продолжение следует.